как говорится приступим в общем смысл в следующем наши очарательные зрители написали и предложили георгий саныч есть раф стоит давно его кто-то разобрал но так собрать обратно и не смог короче наша задача сегодня состоит в том чтобы этот замечательный автомобиль открыл запустить и уехать и кстати делаем это абсолютно бесплатно поэтому если у вас есть тачка которую нужно оживить ссылочки на электронную почту нашего менеджера есть в описании можно написать и мы обязательно приедем только обязательно пишите город прилагайте фото и видео материалы здесь их было немного но поскольку это недалеко мы отважились так раз привет петр заходите с той стороны двери оценим масштаб повреждений пробег после восьмого круга 73000 а передние открывается шеф до центра до счетчика неплохо сейчас заведем да поедем так здесь у нас вроде бы все комплектно карбюратор газ а у нас нет коробки ну вернее как она есть но формальные нет живое есть но коробки мы еще с вами не перебирали можно вопрос да почему каждый раз когда идет какое-то оживление приезжайте вы у нас того бугелей не хватает как на defender и то коробка разобрана потому что самые сложные случаи это на меня приходится очевидно сам себя не похвалишь никто не похвалит но надо сказать у петра юрьевича шапка независимый эксперт они кстати кончились в этом сезоне их больше не будет поэтому на сайте blogger shop можно их не искать остались только худи ладно что у нас еще тормоза ну давай будем думать нет у нас какой-то капот должен быть давайте посмотрим что под капотом под капотом да все сейчас по цене может обествии здесь эта крышка какие-то бочки я так хотел просто это подкачка топливом умеем побеждать я хотел посмотреть уровень масла что у нас с баком с баком сушки после это переносной бак получается нет это канистра у него если нет пуптика снизу я таких форм-факторов канистр еще не видел но на советская судя по всему пустая петр юрьевич у нас есть масло это хорошие новости она же есть но по счастью ну вы поняли да так что у нас под капотом и крутится ли вообще в принципе двигатель там кривого нет петр юрьевич нигде вот это удача дергай но я понял а мы сейчас вот тут отверткой сунем да будьте любезны угадаем жарить так или иначе на улице минус 15 я думаю что нам надо под переодеться сейчас капот откроем да 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 все верно не надо обошлось все еще нет да 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 вообще на морозе поидеть должно быстрее работать привет технические жидкости там кто-то умер червя какой то здесь неплохо ну смотри здесь что то есть почему 3 . газ тоже гидравлический нет просто несколько контуров а это же рав передней задней сцепления можно отдельно тормозить да но сцепление деле уже выжить нельзя хотя сцепление эхо кому не спится в ночь глухую недостаточно но это из бачка сцепление я еще не слышал попробую погрузить петрович давай крути еще ну что ж да он стоит на передаче он реально стоит на передаче и коробка вращается ну что же значит мы знаем что нас порядке задний мост кардан присутствует полоси присутствует это большой плюс и крутится двигатель так ладно я предлагаю переодеться и переходить более активным действиям принципе все понятно наверно сейчас оставь пока никаких проблем не вижу но проблема все-таки присутствует хотя по сравнению с коробкой это не проблема я тут колесо то открыла еще хер отвернем да что не сделаешь для наших очередных подписчиков петр и ручек у прекрасно скоро будет удобненько так составим список и будем двигаться согласно него рубрика что остается за кадром газ под замерз в баллоне приходите ребенку чтобы он горел чтобы чайку попить мать моя женщина вот сейчас еще и буст сожгем к чертовой матери ничего страшного мы на самом деле жгли машины еще до того как это стало моим стримом это уже будни чайку тепленькое пошло с чего начнем петревич я думаю что можно изучить литературку благодарю вас для меня является культовой машинкой взял но у меня есть мануал ты серьезно серьезно открывай сразу коробку передач это будет нашим достойным подспорьем настроение мое резко улучшилось поскольку не придется изобретать тык но я теоретически предполагаю что вот этот вот вот эта тяга она на этот пыль надевается а управляется вот этой вот хренью заживала вот этой вот все сломалось вот этой вот вилкой я так думаю но сейчас мы сверимся с картотекой о нифига так он по гермаше поездил романтический торговый городок вульфенбуттель или вульфенбуттель произношение немая сильная сторона так помимо прочего у нас еще проблема нарисовалась потому что у нас есть ключи от зажигания но замок к сожалению того ну мы сейчас попробуем расширить но мне кажется петр юрьевич что он просто там заклеивать о а я не прикладывал много усилий но это у них такое свойство постоянно ломаться этих личиков приступаем к старой схеме здесь уже смотри на чехол на тоже ладно пьем чай работаем примитивная коробочка из каменного века все так и есть сам механизм привет то есть вот да это пипка это на заднюю скорость задние до скорее всего это вторичный вал выход из карабаса на тогда первичный и вот эта тяга да то есть нам нужно ее поднадеть и сюда этой штукой попасть и будет нам счастье нам и знаешь еще здесь петры нам и пока бы ее в ней тралочку поставить пока мы двигатель запускаем чтобы нам никуда не уехать а я попробую на удачу налить тормозу хи нет пожалуйста пожалуйста пейте чай петр юрьевич но я все равно на удачу сейчас долю трамазухи вдруг чудо будет один фиг замок зажигания снимать чтобы руль крутился боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль-боль попробуй нежненько откуда она потечет доехо-то какое откуда ясно здесь уже так давили что прямо выдавили чертой матери когда в тормоза дольем ли что-то было это штука вообще прижавела на хрен просочиться я понял как говорил о scarlet об этом мы подумаем чуть позже не очень конечно удачно Замок зажигания заклинил. Ну да ладно, слава богу, штука простая. Я просто боюсь, как бы нам сейчас не пришлось здесь заново собрать трафик. Конечно, плюс, чтобы взяли книжку. Но тем не менее. Давайте второй. Давайте отключу здесь удобнее. Будет. А сейчас будет либо чудо, либо чудо не будет. Хорошо, что иммобилайзера нет, Петр Юрьевич. Что сейчас отшивать, доставать макси-систам, другие, звонить чиповщикам и так далее. А теперь мы сможем вращать рулем удачненько. Я сейчас контакт на группу отсоединим. Да, будьте любезны. Да, 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 чтобы не это самое. Хорошо, это хорошо. Подготовились мы, конечно, основательно. У нас, как всегда, еще один автомобиль. Петр Юрьевич, возьмите, пожалуйста, электричество. Давайте попробуем запитать нашу пушку. Я только хотел нидравочку включить. Ага. Хорошо. Я думаю, там провода-то подгнили. Но сейчас попробуем. Вдруг чудо будет. Минус такой чахленький. Минус. Так. Рук не хватает. Что? Надо вкыл и 12 вольт. Да. И вкыл. И вкыл. О! Поворотники. Аварийка. Аварийка. Синализация. Здесь. О! Это, наверное, свет. Это, наверное, поворотники. Нет. Поворотники на руле. А чего они туда-то не говорят? Афиг его знает. Ну, может, здесь борода по электричеству. Но нам это абсолютно не интересно. Ну, это лишний. Вот это всё. Мелочи. Так. Руки-ноги осторожны. Смотрите, вот так вот на ходу скорости переключать. Не хотелось бы. Нет, да? Нет. Сейчас я подберу нужный инструмент. А несу тебе 5 секунд пальца. Хочется немножечко побунтарить. В угоду контенту. Так. Аккуратнее спереди него. Да, да, да. Это я помню. Не побунтарим. Попробуй. Пустите. А я что делаю? Всё, да. Ставьте нейтраль. Будем переходить на резервную схему. О, пошла родимая. Чуть-чуть. Может, маслице польём. Тут подоржавело немножко. Там что-то на дне плещется. На дне, безусловно. Кто проживает на дне океана. Ладно. Показай ему всё. Стартируем. Так. Электричество. Здесь немножко. Давайте я попробую подкрутить. Может быть чудо будет? Нет. Нет, найдешь. Провода горят. Ну, это не удивительно. Нагрузка-то большая. Ладно. Сейчас мы её всё-таки включим. Эту передачу. Да, без этого мы сейчас дальше не поедем никуда. Я хотел ещё знать, что посмотреть. Надо бустер выключить. У нас прям выключила. Спасибо, Петр Юрьевич. Здесь-то у нас что. Ладно. Я пока займусь чем-то похожим на двигатель. Электричество. Все дела. Да, до чехола. Ну, здесь, кстати, всё в достойном состоянии. Это очень хорошо. Интересно, кто-нибудь это уже пробовал оживлять или нет? Или мы у неё первые? Как ты думаешь? Хотя, судя по коробке, мы у неё не первые. Судя по сломанному замку зажигания, мы у неё не первые. Судя по всему, мы у неё вообще не первые. Где тут? Есть застёжка-то должна быть? Ладно, сейчас разберёмся. До свидания. Ну, вроде бы. Да. Заслонки работают. Я знаешь, что подумал? А может, мы возьмём ломик и ломиком нажмём сцепление? И тогда проверём коробку, чтобы зуб на зуб попал. Да. Как тебе идея? Давай попробуем. Давай. Это хорошая идея. Умные мысли всегда после приходят. Нетиповое использование кривого стартера. Ну, чё? Нет. Сашевелась. На хрен. Наверное, две передачи. Может быть. Задняя и вторая. Может быть. Мы можем посмотреть по вилкам. Ну, это конкретно. Первая передача. Вот тут. Первая, вторая, третья, четвертая. Короче, в общем, значит, с одной шестерни мы передвинули, но там ещё задняя включена, потому что все тяги здесь, как вы понимаете, подраздолботы. И мы пока ещё не знаем, какая проблема с коробкой. Мы хотим выключить передачу. Но поскольку здесь всё напряжено, и сцепление нам пока не нажать, было принято гениальное решение. Нам всё равно это колесо менять. Надо поддомкратить колесо. Только домкрат у нас такой. Домкрат, да. Я не думаю, что он потребуется. Я домкрат это не взял, честно говоря. Но есть хорошая идея. Знаете, какая, Петр Ильич? Да. Мы можем этот домкрат смазать. И мы уже очень давно, ещё когда с тобой помнишь, оживляли MAN грузовичок. Шлитёрки. Что брать? Электроинструмент или преобразователь, генератор? Так вот, благодаря компании RANTEC у нас теперь есть электрический инструмент. Так, это болгарка. Я брал ещё и гайковёрт. Вот гайковёрт. Офигенская штука. Просто офигенская. Пётр Юрьевич, я думаю, что настало время всё-таки каким-то образом механизировать наш процесс. Тем более канал у нас большой. Механизация должна быть. Сейчас я масло принесу. Домкрат разобрался. У него вот это всё сломано было. Я думаю, что надо вторую гайку и шуруповёрт. Потом будем за место ручкой крутить его поднимать. Так точно. Сейчас очень многие скажут, побрызгайте, почистите. Но мы тестим гайковёрт. Если я надену, надел. Пётр Юрьевич, удача. Подожди, я остальные сорву. Да, есть. Этот самый ржавый. Вообще говно вопрос. Я, честно говоря, думал, мы сейчас с тобой заниматься совсем другими вещами. Пошло. Красавчик. Повезло. Рядом шинка оказалась. Идолжили у пацанов. Потому что тот домкрат не смог. Ну, в принципе, мы, по идее, расслабили. Я думаю, что сейчас пока не будем здесь мучиться. Пускай так повисит. Передачу выключим. Потом будем изобретать. Будем последовательными. Да у нас тут, конечно, и стопленными шлангами. Я думаю, что вопросы будут потечёт это всё. О, выключилось. Да? Ага. Отлично. Да, как теперь тут переборкается. Всё, супер. Передачу выключили. Дадим электричество. Проверим, что крутится, что не крутится. Господи, сейчас, Петрович. Ага, включите, пожалуйста, питание. Есть всё? Минус, плюс. Давай попробуем. Да что? Слушай, падла. Давайте кривую, может, пошатаю. Да, давайте кривую. Да, неужели всё сейчас, господи. Не, так-то запчасти все есть. Если что, мы съездим, но история-то не в этом. Да, нормально. Крути, крути. О, да, вроде выключилось. Ладно. Остановись, вытащи кривой, пожалуйста. Ага. Ну, фиг его знает. Просто контакт. Давай-ка минус на двигатель, потому что здесь вот эта вот клемма, она через всю машину идёт, через весь буст. Плюс там ещё по дороге, может, где-то теряется. Давай-ка напрямки посмотрим. Как всё удобно-то. Так. Ну-ка. А теперь. Ого. Есть контакт. Тяжко ему. Ну, у нас хотя бы нейтраль. Смотри, как шатеринки красиво вращаются. Система смазки открытого типа. Нагрузка-то какая. Тяжко ему. Клепит. Я, знаешь, что думаю? Давай сейчас не будем мучить бустер. У нас есть большие аккумуляторы, резервная схема. Нам их очень надолго хватит. Выкрутим свечи, прокаливаем. Ну, короче, воссоздаём всю систему энергетическую. И как бы будем пробовать. Но заодно искру проверим. Надо питание подать на коммутатор. Это мы сейчас всё сделаем. Ну, что ж. Пока меня больше всё беспокоит коробка передач. Отлично. Что в этом отличного? Какой-то прогресс есть. Безусловно, прогресс, как говорится, не регресс. Спасибо наших очарительных зрителей, что позвали оживить этот автомобиль. Что с ним происходило, я даже не представляю. Но вы можете что-то написать в комментариях. Ну, прям, совсем беда. Прям, куда ни, куда ни, как там говорится, куда ни кинь всюду клин. Действительно. Ладно, разберёмся. Сейчас мы сделаем лучшую в мире массу. И не надо говорить, что... Какого чёрта вы наголовочный болт? А-а-а. А-а-а, падла. Ладно, хорошо, сейчас потоньше сделаем. Ну, вы ещё попробуйте, если что, потом эту бошку оторвать. И то не получится. Так, что есть потоньше? Во! Да, сюда. Я только одного боюсь, как бы нам не пришлось коробку снимать. Да, давай ты. Мне бы этого очень не хотелось, Пётр Юрьевич. Так. Прям совсем... Наживите, пожалуйста, чуть-чуть. Чтобы по резьбе вогнать. Да всё нормально. Ну, давай. Даже не сорвал. Отлично. Продолжим. Пётр Юрьевич, киньте на плюсик. Проверим новую схему. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Совсем другое дело. Отлично. Так. Плюс-плюс-плюс. Вот он плюс красненький. Сейчас мы тебя запитаем. И будем проверять искру. Отключили, да? Да. Свечи, на самом деле, не такие плохие. А14В. Мы, на всякий случай, прокалим. Из хороших новостей, всё-таки электричество – это наука о контактах. поэтому мы здесь немножечко их почистили на реле и хопа у нас есть зажигание так давление даже что-то дергается мы готовы здесь кажется контакт херовый здесь везде херовый контакт да пожалуйста петр и сюда спасибо она есть она очень вял и так хорошо схема работает прям чахла я думаю что мы таким образом не стартанем надо их прокаливать стопудово надо все ворачивать все прокаливать и пробуется адреналином мы просто еще не знаем а давайте знаете что сделаем петр и дайте поверить компрессию крутится вяло сейчас наверно уже все пишут ли эти масла в цилиндры пока не будем ну что ж попробуем компрессию пальцометром давай так чтобы потом не перепутать и же порядок работы другой не как на жигулях давай есть нормально просто палец не до конца всуну как бы это не прозвучало петр и речь ну для старта хватит я думаю что очков по 8 точно есть не во всех в первом первый самый чахлый господа минуточка полезной информации вам наверняка интересно как же все-таки перекупом удается бы хватывать автомобиля раньше всех со всех сайтов и по вкусной цене все очень просто турбопоиск если вы будете им пользоваться вы сможете купить автомобиль гораздо дешевле и узнаете о том что он выставлен на продажу раньше всех при использовании турбопоиск вы сможете опережать и перекупов и конкурентов потому что не будете тратить драгоценное время на то чтобы скролить все сайты объявления продажи автомобилей все это собрано в одном месте в турбопоиске вам не нужно тратить свое драгоценное время вы просто занимаетесь своими делами и как только появится подходящее объявление вас уведомит турбопоиска либо telegram либо вайбер либо ватсап либо push уведомления все очень просто и удобно ваш переход к объявлению будет один из первых а также вы сможете проверить залоги запреты по какой цене автомобиль продавался раньше и всю подноготную этой тачки которая вас интересует поэтому запомните турбопоиск это ваш инструмент превосходства по поиску и проверке автомобилей все ссылочки будут в описании и специально для зрителей нашего канала по промокоду эксперт вы получите существенную скидку переходите ищите тачки будьте быстрее перекупов и покупайте их хорошими с проверенной истории чтобы не страдать в будущем это удобно турбопоиск прокаливаем свечи пробуем с адреналина может и коробка пока подсмажется может масло пока мне нальем они конечно достаточно масла ну так-то да ты знаешь кашу маслом не испортишь и по-прежнему большой вопрос какого ляда и разобрали вскрытие покажет вскрытие уже произошло пациенту мир на открытие нет ну не от нашего точно не отношу сейчас его в зомби превращаем продолжим просто идеально просто идеально через пять минут будут как новые помимо прочего пытливые мозги не дают покоя было предположение что там просто цилиндрик ну не цилиндрик поршенек поршенек да опа он обратно встречается почему-то там пружинку по идее но они почему тут они там потому что ему кранты но надо сказать когда мы и отворачивали было небольшое давление чуть-чуть пшикнул поэтому шансы есть призрачные конечно но есть давайте 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 ну да давайте разберем я пока с зажиганием разберусь свечи вкручу если сделаем дрынь я буду топливо делать то что без сцепления мы никуда петр юрьевич реально никуда до пора до упора первая камера ну давай газ не отпускай крути огонь он работает давай еще разочек аккумуляторов у нас много попедалируй газком а нажми держи в общем члены клуба гирострата все последний выдох господина позже короче работает это хорошо зажигание можно выключать топлива у нас пошло конечно же нет давление двоечку держит но это пока холодный о а у нас сахар на дня в смысле вода на дне ржавчину подняло кусаться работе рованы да давайте еще разок я хочу посмотри как шестер не крутится если вы готовы то я готов давай крути но огнетушители мы не взяли но это не страшно перчатки независимый эксперт спасают от всего ссылочка в описании на сайте bloggershop точка нет они способны сделать из криворуково пряморуково да короче топлива у нас так и не пошло но это не страшно я не думаю что здесь даже бензобак есть потому что есть но это не проблема механическая часть начинает меня парить откроем и говорят мне не нам пусто пусто ну уже бы насосала ладно бак мы сделаем так на блоке закрыть да да отлично слушайте антифриз мы конечно расходуем какими-то гектолитрами ничего не поделаешь не хочется чтобы все разморозилось погода то у нас сами знаете сейчас немножечко нелетная мне еще пару бутылок есть антифриза течет полотенце значит мотор не разморожен это же большой плюс огонь огонь будьте любезны такой вопрос вы надолго да я уеду пойдемте покажу куда занесете в принципе сейчас уже можно писать какие-то комментарии заведет но заведется уже завелось поедет не поедет какие мы шаги действий предпримем с коробкой передач принципе у меня в гараже запасная есть но что-то замена сейчас не входит мои творческие планы по такой погоде будем креативить посмотрим что получится нравится весело же поэтому если у вас есть тачки на оживление пишите ссылочка на нашего менеджера нажимается переходите реклама собака мало . урвать наш менеджер он рекламой занимается и общением по поводу всего этого дела все смотри все приехала все поссала этот хобот поссал там поссала этой трубки кранты этой тоже кранты ну да они все рассохли считаете что они мертвы все а надо обратку заглушить будет сколько он стоял хер его знает не так чтобы все кончилось просто все кончилось ты клемма на скинуть на деле сейчас попробуем здесь конечно определенную роду есть нюансы по электричеству у нас внутри работы сейчас мы починим здесь только проводов на эти самые плюс она минуса прям валяется система прям пожароопасные попробуем петр юрьевич крути многовато было но во всяком случае уже лучше продолжаем продолжаем сейчас клапана прихлопаться что у меня есть мнение что здесь пропадает плюс на катушку старые песни хотя нет нет не из-за этого когда беда была замком зажигания ну хорошо хорошо давайте вот но сушь муж муж взрослые люди давай сейчас накачает куда он день какая же у нас там болевотина в этой коробке пора да все будет работать все на насчет из карабасом решить сжимать его за ногу то все неудобно на волге вас тоже внедрение штуцер оказался не на 8 на 7 да на 7 такие вот оживление а с другой стороны ничего сверхъестественного не произошло чудо снимаем цилиндр сцепления по той простой причине что штуцер не отвернуть и видимо сейчас нам придется все заняться заменой детали а там можно потянуть на себя петр юрьевич прямо на себя тяните у нас там шланг высвобожден плюс-минус так и чего у нас там под резинкой посмотрим все понятно приплыли ладно но зато мы теперь можем хобот отвернуть да не удивительно что вам штуцер не удалось отвернуть здесь уже все в единое целое превратилось короче пшик чем шляпа все это как мы не пытались оживить ничего из этого хорошего не получилось но здесь тоже да когда снимали вы все сами видели потому что там уже работать не будет короче решили проблему радикально доехали до магазина купили главный или рабочий цилиндр и сейчас прокачаем у нас должно появиться цепление более того купили замок зажигания вот его тоже поставим чтобы все работало четенько как бы это не прозвучало и в принципе а в коробку масла долили соответственно собрали вроде передачи переключаются остальное уже надо будет пробовать когда будет сцепление и собственно говоря заведен двигатель пока все идет хорошо тут вот вы чтобы не сглазить я еще хотел что-то подключить теперь у нас есть вакуумный корректор вы поняли стоите у нас теперь даже клапана когда прихлопаются все будет работать ставим цилиндр бедный раф конечно есть уже вязаные перевязаны ржавенький тут сгнило там сгнило тормоза худо-бедно вроде бы расчухались это хорошо сцепление сейчас мы изобретем просто новое есть еще одни хорошие новости дело в том что мы связались хозяинами он сказал что можно взять колеса судя по всему они такие же как на него сики даже накаченные поэтому разболтовка на раф должна подойти поэтому я думаю что мы даже два поставим зимних колеса назад чтобы он поехал идея неплоха кстати если кто не знает вот этот не васик наш мы отдадим нашим подписчикам на бусте в первый день а лето 1 июня вот поэтому кому интересно ссылочка в описании очень благодарен за то что вас поддерживаете непосредственно на бусте благодаря вам мы как бы все вот идет запчасти приобретаем и оживляем автомобили наших зрителей не войти войти поэтому как-то так ну что ж мы движемся георгий александр оу а я думаю что неспроста эти колеса выкинули может они не накачаются давайте проверим пока время есть давайте сцепление сделаем будем проверять в крайнем случае на шиномонтаж съедем колеса это меньше из наших проблем у нас тут проблем остальных до хрена мне кто-то звонит очень вовремя поэтому подписывайтесь братцы на бусте спасибо что вы есть а я отвечу на звонок шик замечательно как у вас петр юрьевич не поверите редкий случай точно такая же история во всяком случае так цилиндры выглядят гораздо лучше кушай 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 вкусняшку сейчас мы это с кайфом прокачаем просто с кайфом минус 15 на улице я предлагаю повторить чайную церемонию потому что уже нос начинает быть красным чай будет конечно прекрасная идея я честно говоря в это даже не верю можно сказать твердых под дых коробку мы собрали пацаны у нас есть сцепление поставили замок зажигания сейчас будем пробовать запускаться так сказать по штатной схеме он даже с сцеплением легче должен завестись можно вас минус попросить петр юрьевич да я вас искренне благодарить конечно мне кто-то сейчас звонит но это сейчас вообще не имеет никакого мать его за ногу значения просто никакого предложения товаров сволочи занят я можем ну с богом газ нюанс нюансы не взялся а 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 у нас даже холостые почти колеса и пробуем ехать как я уже сказал позвонили хозяин он сказал что есть колеса можно и взять я думаю что как раз мы два зимних сейчас и поставим поставим одно так это поменьше диаметром а это в мерзну надо его сейчас будет отдолбать чуть-чуть удобненько положить ядорубы 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 всегда свободных лучше чем одна о отлично отлично замечательно все хорошие колеса разволтовка должна быть такая же сейчас одно попробуем прикрутить если получится то прикручиваем второе и пробуем ехать наконец то что с ними случилось-то старость думаешь ну чё это же прям такая измученная старости да 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 свежачок ну давайте в свое время волговские колеса на Ниву а теперь Нивовские колеса на Рафик да отверстие мы не пробили сейчас здесь да идеально так мы не упираемся ни во что там назад не точно не упрёмся уверены так тогда прикручиваемся так сейчас посмотрим сейчас нам накидают за что комментариев за что колеса в таком состоянии на машину минус 20 да ладно минус 20 то что это нет я к тому что минус 20 господи хорошо видимо все-таки Петр Юрьевич придется его снимать и от снега чистить потому что а может и не придется у нас 500 ньютонов все равно в реставрацию поедет нам его только завести и чтобы он доехал до реставрации до реставрации до реставрации она слава богу тепленькая пойдет ну как хорошо аж нагрелась ну ладно одной гайки у нас больше нет зато есть остальные да ё-мое ты пёхнешься уже в принципе про ударные головки тоже можете написать опустим подожди стой не опускаю он вообще крутится нет Петр Юрьевич борода ну сейчас а нет слышишь да не про канала оно оно резиной уперлось в этот самый как его так подождите я опущу посмотрим Петр Юрьевич оно резиной боковиной уперлось в этот самый ничего не будет оно вращаться не будет от слова совсем вылет другой так точно то есть Волговские колеса на Ниву можно а Нивовские колеса на Волгу нельзя пупуру 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 видимо нам придется ехать в шинку ладно снимаем что что такое не везет и как с этим бороться да это была основная проблема сейчас вон видите оно просто и резина сейчас отжалась ладно позвоним хозяину попробуем найти еще колеса да а не Васик хорош пока мы используем его как нашу техничку и что-то чиним что-то дорабатываем что-то тюнингуем но после последних изменений все работает очень хорошо блин сопли не заболеть бы смотри где оно в какую труху пошло да какую только снять смогли на шинамонтаже смогли даже вот видите она целая дополнительная да но там она сосок надорван поэтому было принято решение камеру заменить колесо есть так это мы обратно положим жалко эти не получилось поставить конечно каждый раз какая-то удача а попробуйте крутится ну вот да теперь все хорошо будет так ну что ж господа прикручиваем колесо и мы готовы попробовать поехать но здесь короче снега то дофига а я пока в шинку ездил вы колеса подкачали да да снега то дофига я думаю что придется его вытаскивать не выйдет он сам почти уверен на сто процентов простите убережал его бог да все крутится отлично так здесь колесо держит переднее держит опа мы даже можем катиться отмерзли момент истины сцепление работает попробуем все первое давай родной о да включилась хорошие новости это хорошо у нас что-то сломалось то что никогда еще не ломалось как вы угадали скажите пожалуйста подлюка да да нет 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 в самом неудобном месте да не говори так все хорошо начиналось мы можем его покороче сделать на самом деле хотя знаете что есть крайне случай слышишь у меня есть проволока мы можем его проволочным сделать кстати карта у нас не так много и еще один нюанс короче тачка то поехала сцепление есть коробка есть но нам объективно ее вытаскивать придется она сама не выйдет нам объективно придется ее вытаскивать ладно здесь кипит и здесь картерный газ выходит короче газ мы починили просто уже невозможно наблюдать мы решили с Петром Юрьевичем погреться все-таки испить чайку после этого взять не Васик а вытащить раф и прокатиться почему когда вот идут сложные оживления мне все время кто-то звонит я думаю что сейчас самое время просто поставить нам с Петром Юрьевичем лайки потому что никто кроме нас этого делать не хотел да мы красавчики красавчики а мы не знаем сколько лет эта машина стояла мы про нее вообще ничего не знаем но она едет Петр Юрьевич мы красавчики давайте тюнем давай давай угодовывайся поехал родной я думаю что на этой оптимистической ноте можно подписываться на канал обязательно подписываться ставить лайки комментировать подписываться на наш телеграм и на буси потому что не Васик мы отдадим нашим давай давай родной работаем работаем интересно какую бы сейчас сюда музычку лучше вставить как ты думаешь я в музыке не очень я тоже поэтому братцы напишите какую музычку сейчас сюда лучше было бы поставить давай попер родной давление огонь температура прогрелись все круто всем мира добра удачи до новых встреч пока до новых встреч